Друзья, всем привет! Этот видеоролик, а если точнее, то, наверное, скорее эксперимент, является небольшим дополнением к предыдущему видео о отделке стен пластиковыми панелями за один день в ванной. Ну, те, кто из вас его смотрел, помнят, а кто еще нет, то для вас я специально оставлю ссылочку на него под этим видео в описании. Всегда очень много вопросов поступало и поступает о том, на что же все-таки лучше клеить пластиковые панели к стене при их бескаркасном монтаже в ванной комнате. Бытует мнение, что лучше жидких гвоздей в подобных делах ничего нет. Да, друзья, жидкие гвозди, это, конечно же, очень даже неплохо, но только не в подобных, я бы сказал, даже влажных случаях, таких как ванная комната. И, пожалуй, вкратце объясню почему. Все жидкие гвозди делятся на две группы. Первая – это на основе органических растворителей, ну и вторая – это акриловая. Первая – очень токсичная в плане выделяемых ими запахов. Ну а акриловая, наоборот, более экологичная, так как растворителем в них служит вода. Если же сравнивать, какой из них лучше клеит, то в этом плане, конечно же, выигрывает первый вариант, то есть тот, что на органических растворителях, так как именно такие жидкие гвозди лучше склеивают материалы с поверхностью, которые ни черта в себя ничего не впитывают. К примеру, такие, как стекло, керамика и тому подобное. В случае же с акриловыми, то они больше подходят к приклеиванию именно пористых материалов. И еще одна немаловажная деталь – акриловый клей боится минусовых температур. А вот жидкие гвозди на органических растворителях отнюдь сохраняют даже стойкость и при минус 40. Но как бы там ни было, одна особенность присуща обоим этим видам – это их неустойчивость к влаге. Отсюда и вывод. Применять жидкие гвозди во влажных помещениях не рекомендуется. Что в этом эксперименте мы с вами и будем рассматривать, но уже наглядно, как говорится, прямо на практике. В эксперименте будет участвовать дешевый силикон стоимостью еле за 100 рублей и жидкие гвозди не из самого дешевого сегмента. Производителей этих двух видов я по понятным причинам называть и показывать не буду, дабы не сочли за рекламу. Ну а просвещенные в этих делах и так догадаются. Единственное, что я еще хотел бы добавить к вышесказанному, что на сегодняшний день существуют и так называемые водостойкие жидкие гвозди, рекомендуемые для использования их в ваннах, к примеру, для приклеивания зеркал. Устойчивость их к водостойкости я еще, конечно же, не проверял, но вот то, что они и впрямь не повреждают амальганную поверхность зеркал, знаю точно. И, конечно же, именно в таких делах такие вещи просто незаменимы и должны быть в обязательном порядке применены именно по назначению. Но в этом эксперименте мы с вами будем проверять не водостойкость, а прочность склеивания поверхности двумя абсолютно разными клеющими составами. На, подчеркиваю, ни черта не впитывающих в себя поверхностях, такие как окрашенные стены масляной краской и на поверхности керамической плитки. Ну, в общем-то, можно и приступать. Первый эксперимент я буду проводить на окрашенных намертвой масляной краской стенах в ванной, где мне завтра предстоит производить здесь отделку стен пластиковыми панелями. Но это завтра. А сегодня, пока я здесь занимаюсь другими делами, ради эксперимента я решил наклеить два куска пластиковых панелей, один на силиконовый герметик, а второй на ЖК-гвозди. Ну, а завтра мы с вами проверим, чья возьмет. И кто победит по прочности приклеивания панели к стене. Итак, друзья, уже настал день номер два. У меня на данный момент в этом помещении уже началась отделка стен пластиковыми панелями. Ну и, собственно говоря, сейчас настал тот самый момент, когда я буду удалять две этих экспериментальных панели со стены. Но прежде, многим из вас, которые досели, наверное, подобного никогда не видели, я вам сейчас хочу воочию показать прочность, одних из самых прочных новинок среди пластиковых панелей на сегодняшний день. И локтем, и кулаком, и ногой. Но это все особо, конечно же, без комментариев. Просто смотрим. Как я сейчас припоминаю, кто-то уже когда-то в комментариях писал под видео с подобной тематикой, что пластиковые панели можно и пальцем проткнуть. Но это, конечно, по моему мнению, просто словесный трэш, и не более того. Так как, наверное, тут скорее получится все с точностью до наоборот. Просто сломаете палец, и на этом все закончится. Ну, а вот касаемо других частей тела, как видите, ими это сделать получается весьма успешно. Но это, опять-таки, в быту может случиться либо случайно, либо специально, но при этом, наверное, напившись только до белой горячки. Иначе зачем, собственно говоря, это делать, не правда ли? Кроме как, если только не эксперименты, которые я вам сейчас, в общем-то, и продемонстрировал. В общем, катим дальше. Теперь пришло время оторвать то, что было приклеено на силикон. Для этого я, пожалуй, одену сейчас перчатки, так как об это дело можно поранить и пальцы. А мне здесь еще работать и работать. В общем, как сами видели, панель подалась довольно-таки сложно, с усилием. В общем, силикон выдержал тест на ура. Теперь черед второго экземпляра. И тут, думаю, вообще можно обойтись без всяких комментариев, и так все понятно. Но нет, не потому что жидкие гвозди говно, а потому что со вчерашнего дня, как видите, жидкие гвозди даже не успели высохнуть. Оно-то, в общем-то, и неудивительно, так как жидкие гвозди эти на акриловой основе. То есть растворителем в ней служат водные дисперсии, а не органические добавки. В общем, о различии тех и других я уже вкратце пояснял вам в начале этого видео. И как видите, чудо не произошло. И уж тем более за такой-то короткий период времени, который был отпущен на высыхание этого клеющего состава. Но продолжать здесь эксперимент мне уже некогда, так как нужно заканчивать отделку и закругляться. Так что продолжим, моего друзья, уже на другом объекте. И на этот раз дадим жидким гвоздям времени на высыхание подольше. Аж целую неделю. Но уже не на окрашенных стенах, а на глянцевой поверхности. То есть даже усложним задачу. Да еще с придачу и на пару с силиконовым герметиком. Тут, думаю, тоже можно обойтись особо без комментариев. Так как на одну панель, по тому же принципу, будут наноситься те же самые жидкие гвозди. А на второй, уж заодно на пару, тот же самый дешевый силиконовый герметик. Ну а затем все это дело приклеится к мелкой плитке на бетонной стене на балконе. Так как отделка здесь, то есть на балконе, будет производиться позже. То есть где-то через недельку. В общем, пока идут отделочные работы в других помещениях в этой квартире. Так что у нас пока есть достаточное количество времени для проведения этого эксперимента в этом помещении. А теперь вкратце поясню, почему в этом эксперименте я провожу тест именно с жидкими гвоздями на акрилово-водной дисперсии, а не с клеющим составом на органических добавках, который более бы, наверное, подошел для подобных поверхностей, которые в себя ничего не впитывают. Хотя тест с ним тоже в этом видео будет, но чуть позже. Все очень просто, друзья. Во-первых, этот тип жидких гвоздей самый распространенный на сегодняшний день в продажах в плане их экологичности к здоровью человека. Во-вторых, именно их-то не знающие люди, которые сами у себя хотят сделать ремонт, либо непрофессионалы, которые только начинают свою деятельность в сфере ремонта и отделки, и не осведомлены о том, что жидкие гвозди бывают разными и для разных целей, берут одно и то же для всего подряд. В общем, простыми и понятными словами выражаясь, используют подобные клеющие составы, сами того не зная, не по назначению. И цель этого эксперимента в том и заключается, чтобы воочию вам показать, дабы вы не совершали ошибок в будущем и были осведомлены, что применение подобных клеющих составов на подобных поверхностях никогда не приведут к положительному, то есть нужному, результату. А теперь представьте себе лица, смотрящих это видео, которое уже проделали когда-то у себя ремонт подобными клеющими составами на подобных поверхностях, будучи неинформированными подобной информацией. Что ж, друзья, вот именно для вас-то я и продолжу этот эксперимент и посмотрим, не произойдет ли все-таки чудо. Продолжение следует... Для усилий панель, приклеенная почти неделю назад, вновь отвалилась так же легко, как и на предыдущем объекте, с окрасных стен, простояв, правда, тогда всего лишь одну ночь. Но, честно говоря, и никакой разницы в прочности приклеивания к стене на эти жидкие гвозди, что тогда, что сейчас не увидел. Помимо меня, даже кот, как видите, и тот был удивлен. А вообще-то нечему-то и удивляться, но я все равно, как бы там ни было, пойду до конца и для полноты эксперимента, то есть для полной уверенности, теперь наклею панель на плитку в ванной, но уже на другом объекте. И затем оставлю ее высыхать не на одну, а теперь уже как минимум на пару недель. И посмотрим, возможно, за этот период времени она и сама по себе успеет отвалиться. В общем, клею я тем же самым типом жидких гвоздей к старой советской плитке, кстати, которая здесь намертво держится на стенах, но которую вскоре тоже после панели, которая, возможно, отвалится сама за этот период времени, тоже придется вскоре отбивать и производить здесь отделку стен новой коллекции керамической плитки. Но это все потом, а пока ждем. Итак, уже настал тот день, когда пришло время проверить, как крепко приклеилась наша панель к кафельной плитке на этой стене. Панель поддалась легко, но с небольшим усилием. Конечно же, если бы никто ее не трогал, она могла бы здесь провисеть, возможно, и всю жизнь. Клей, как видите, полностью высох. Можно ли сделать в таком случае вывод, что все же допустимо применение таких жидких гвоздей на таких ничего не впитывающих в себя поверхностях? Да, возможно, но вспомните, сколько времени потребовалось для их полного высыхания. Это раз. И второе. А теперь призадумайтесь, что с ними произойдет во влажном помещении, если за панелью вдруг образуется конденсат. Совершенно верно. Ну, конечно же, раз жидкие гвозди боятся влаги, то они по-любому со временем отскочат от стены вместе с наклеенными на них панелями. На флаконах таких монтажных клеев, то есть на вододисперсных растворителях, производители не зря указывают, что одна из приклеиваемых поверхностей обязательно должна быть пористой. Ни в коем случае такой монтажный клей не рекомендуется использовать во влажных помещениях. Так что при покупке таких вещей, друзья, не забывайте читать на флаконе, для каких именно целей те или иные жидкие гвозди предназначены и на каких они именно растворителях изготовлены. А вот теперь пришло время провести небольшой эксперимент и с монтажным клеем, который клеит почти все и везде, да еще предназначен и для его использования во влажных помещениях, включая и монтаж даже очень тяжелых зеркал. Эти жидкие гвозди на органических растворителях с различными нефтехимическими добавками и плюс ко всему на основе синтетического каучука. Не думайте, что этот монтажный клей очень дорого стоит, выбрал я совсем недорогой вариант, если его сравнивать, к примеру, вот с этими экземплярами, которые тоже предназначены для работы во влажных помещениях и не только. Стоит он ровно столько же, сколько стоил и предыдущий экземпляр, что-то около порядка 200 рублей. Разница лишь в том, что он невозможно вонючий, аж глаза щиплет, из-за воня органических растворителей, содержащихся в нем. Эксперимент с этим монтажным клеем я проведу на этой кухне, где тоже предстоит делать ремонт. И как видите, на улице уже почти наступила зима, а эксперименты все еще продолжаются. Клеить я буду эту панель на плитку, расположенную под подоконником, которая хорошо держится на стене и по своей плоскости более-менее ровная. В отличие от предыдущего монтажного клея, этот чрезмерно текуч, то есть наклеиваемые предметы, если они находятся на весу, мгновенно тут же начинают сползать по стенке вниз. Так что наклеив что-то на стену, это надо сразу снять на пару-труйку минут и затем наклеить вновь. В общем, дело сделано. Через несколько часов в этом помещении начнутся демонтажные работы, так что этот эксперимент будет коротким. В общем, засекаю время и вернемся к этой панели где-то через парочку часов. Панель с небольшим усилием, но поддалась, но вряд ли клей под ней успел высохнуть до конца. И, кстати, да, на самом деле, как видите, так оно и есть. То есть дать бы ей денечек на высыхание, то вряд ли бы так легко голыми руками ее удалось бы снять. Но, тем не менее, как бы там ни было, вы сами видели, что, по крайней мере, этот монтажный клей схватился сразу. В отличие от предыдущего, который даже простояв неделю на балконе на жаре, так толком и не приклеился. Вывод здесь один. Понятное дело, что по надежности приклеивания, в нашем случае пластика, на подобных поверхностях, конечно же, выиграл монтажный клей на органических добавках. Но это среди этих двух монтажных клеев. А вообще, лично я, пальму первенства, присуждаю, конечно же, силиконовую герметику. Так как считаю, что он, как нельзя, лучше подходит для приклеивания именно пластиковых панелей в ванну. По таким вот нечертаниям, впитывающим в себя поверхностям. Да и по деньгам получается дешевле. Ну, а теперь напоследок давайте перенесемся на еще один объект и доведем эксперимент до его логического конца. На этот раз приклеив панель на жидкие гвозди на вододисперсионных растворителях к такой все-таки дышащей поверхности, как гипсоволокнистый лист, окрашенный акриловой краской. И дадим денечек, а точнее сутки на высыхание. Итак, друзья, уже прошли почти сутки и пришло время проверить, насколько прочно приклеилась панель к этой поверхности. И вообще, высох ли сам монтажный клей между панелью и этой стеной. Вот в чем вопрос. Как я уже упоминал ранее, гипсоволокно, как и гипсокартон, дыша, да и акриловая краска тоже является таковой. Сразу чувствуется, что приклеилась не слабо, но в любом случае, все, абсолютно все, конечно же, можно оторвать от поверхности. Так что ничего удивительного в этом нет. Но сразу скажу, что результат меня впечатлил, и мне пришлось приложить не слабые усилия, чтобы ее отодрать. Возможно, это было незаметно на камеру, но это на самом деле так. Как видим, монтажный клей, который мы использовали ранее в экспериментах на разных поверхностях, на этот раз набрал свою беспопроцентную твердость, менее чем за сутки, и держится на поверхности довольно-таки не слабо. Так что эксперимент этот я считаю вполне удавшимся, и заявления и рекомендации производителя, указавшего на флаконе этого монтажного клея, для каких задач и поверхностей он на самом деле предназначен, считаю вполне обоснованными и верными. Так что, друзья, вывод здесь только один. Во избежание ошибок и неприятных последствий в будущем при покупке строительных материалов, и не обязательно только таких, то есть любых, будь то это даже плиточный клей, всегда читайте и уточняйте о свойствах того или иного продукта. Если рассматривать, к примеру, какой-то либо плиточный клей того или иного производителя, то есть разные его виды, то есть предназначенные для использования, к примеру, при минусовых температурах для укладки плитки на теплый пол и так далее и тому подобное. Так что учитывайте еще до начала ремонта в своих жилищах, еще при покупке материалов, все эти нюансы. Ну и на этом можно сказать, что у меня на сегодня все, и мне остается с вами всего лишь попрощаться. Ну и как всегда, по традиции, напоследок пожелать вам только качественно проведенного ремонта в ваших жилищах. Для кого информация из этого видео была полезной, ставьте лайки, друзья. Ну а для кого нет, тоже особо не суетитесь и смело ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить интересное и познавательное видео. Также вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылочка на группу будет размещена под этим видеороликом в описании. В общем, обращайтесь, всего вам доброго и до новых встреч на моем канале, друзья. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok